МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Жертвы по собственному желанию. Киберпреступники продолжают пользоваться доверием людей. Число правонарушений в сети неуклонно растет. Перспективы нефтедобычи. Беларусьнефть впервые приступила к масштабным геолого-разведочным работам в южной части Припятского прогиба. Зона отчуждения. Специалисты турфирмы, наши корреспонденты, посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Звонки из банков, сделки по купле-продаже на различных сайтах, просьбы о помощи в соцсетях. В этом году в Гомеле киберпреступлений стало намного больше. То ли мошенники вышли на новый уровень, то ли люди стали чаще писать заявления в милицию по таким фактам. Но в любом случае, пока народ доверчив, мошенники не спят. Марина Северьянова узнала, какие схемы чаще всего используют технически грамотные преступники, и что делать, если вы все-таки попали в сети сетей. Когда я готовилась к съемке этого репортажа, то поговорила со своими друзьями, спрашивала, а обманывали ли их интернет-мошенники. Оказалось, что да, пытались. И буквально через одного. На прошлой неделе их жертвой чуть не стала я. Так вот, схема практически была у всех одинаковая. Писали мошенники не на сайте, на котором пытались продать или купить приглянувшийся товар, а в каком-нибудь мессенджере. Например, в Вайбере, в Ватсапе или Телеграме. Причем с номера не зарегистрировано на территории Республики Беларусь. Причем сделку просили осуществить немедленно, прям буквально минута в минуту. Так что будьте внимательны. Насколько осторожны гомельчане, спросим у них самих. У вас интернет-мошенники когда-нибудь пытались обмануть? Да, в последнее время очень часто. А вот где именно? Где, где, где? На куфоре часто в последнее время. Нет. Нет? И никогда из банков не звонили, никогда не просили? Из банков звонили. А вы что? Ничего. Я не повелся. Нет, не пытались. Ну и никогда не писали, никогда не звонили из банков вам? Нет, никогда. По-прежнему активны и мошенники, которые представляются банковскими работниками. Имейте в виду, из этих структур по Вайберу или Ватсапу звонить не будут. Личные данные, номер карты не попросят. У них и так есть вся нужная информация. Легенда была, что с моей карточки сняты деньги. И мое ли это в этом участие было? Вот. Я сказала нет. Вот они сказали, надо заблокировать. По-прежнему живут и здравствуют старые схемы развода в интернете. Например, от имени ваших друзей, одноклассников, одногруппников приходят сообщения с просьбой помочь. Либо вы действительно знаете, что у кого-то из ваших знакомых случилось горе. И тут приходят сообщения, помогите, не хватает на похороны, на годовщину, на памятник и так далее. Конечно, первое желание – это броситься на помощь. Но держитесь лучше. Позвоните лично этому человеку или напишите в соцсетях. Киберпреступники – люди не только технически грамотные, но и часто асы в основах психологии. А еще это не одиночки, а целые преступные группы. Иногда части участников находятся в Беларуси, остальные – за рубежом. Отыскать таких мошенников весьма сложно, а порой практически невозможно. К тому же сами жертвы редко обращаются в милицию. Но делать это необходимо, даже если финансового ущерба удалось избежать. Чем больше информации о таких случаях, тем проще следователям решать проблему. Прежде всего, это наша доверчивость все-таки наших граждан. Вторая причина – это низкая финансовая грамотность нашего населения. Ну и третья причина – это, конечно, все больше и больше у нас используются в стране высокие технологии, интернет-связь, различные интернет-площадки. Соответственно, наши преступники тоже не стоят на месте и владеют и овладевают различными способами своих преступных действий, используя в том числе данные интернет-площадки либо интернет-ресурс. Никогда не пересылать свои денежные средства по ссылкам приходящих вам из телеграм-каналов, ватсапов, вайберов. Всегда необходимо переходить на сайт, по которому вы работаете только по официальным ссылкам. Желательно вручную набирать название сайта в поисковой строке, смотреть, где зарегистрирован данный сайт. Обязательно, чтобы он был на территорий скульптуре Беларусь желательно. Все ссылки на территории иностранных государств должны вызывать обоснованные сомнения. Кроме этого, когда к вам поступает звонок от потенциального приобретателя, покупателя, вашей вещи, которую вы пытаетесь продать, необходимо все-таки тоже смотреть, с какого телефона они звонят. Если вам звонят, опять же, посредством вайбер, необходимо тоже как-то насторожиться и попытаться убедить этого человека пообщаться с вами по обычной мобильной связи, либо желательно по стационарному телефону, чтобы понимать, что человек находится все-таки здесь, рядом, что он не пользуется какими-то мошенничными схемами, какими-то интернет-продуктами, которые могут отослать ваш номер, либо его номер в какую-то другую государство. Кроме этого, когда вы сообщаете свои данные своей карты, возможно, банки предоставляют такую возможность сообщить потерпевшим лицевую сторону карты, то есть номер, который на ней указан, и срок действия данной карты, чтобы можно было на эту карту перевести от третьего лица деньги на вашу карту. Но мошенники пользуются тем, что убеждают вас, что не проходят денежные средства на вашу карту, им необходима дополнительная информация. Вот здесь вы должны насторожиться. Ни в коем случае нельзя предоставлять коды, которые вам предоставляет банк. С оборотной стороны, имеется карта, имеется определенный код, который запрещено при каких-либо условиях передавать третьим лицам. Самое парадоксальное, что жертвы добровольно отдают свои деньги в руки мошенникам. Никто не заставляет. Номера карты, личные данные люди сообщают преступникам не колеблясь. Между тем, таких случаев в Гомеле в этом году уже более тысячи, гораздо больше, чем в 2019-м. А сколько еще жертв, которые решили пережить это без огласки? Практически во всех обманных схемах мошенники играют на наших чувствах любопытствия, жадности и страхи. Они ищут и находят способы получить данные банковских карт, электронных счетов и даже наличные деньги. Если вы считаете, что попались немедленно, заблокируйте карты и позвоните в милицию. А вообще, мошенничество в интернете будет процветать до тех пор, пока люди без оглядки будут доверять другим. Марина Северьянова, Сергей Комков, новости недели. В шаге от открытия. Белорусские нефтяники впервые приступили к масштабным геолого-разведочным работам в южной части Припятского прогиба. Подробности этого и других важных событий недели далее в обзоре от службы информации. Белорусские нефтяники впервые приступили к масштабным геолого-разведочным работам в южной зоне Припятского прогиба. Старт проекту дан в Лельческом районе. На предприятии связывают эту работу с новой страницей в истории компании. По оценкам специалистов, в зоне исследований может находиться более 14 миллионов тонн углеводородов. Притоки пластовых флюидов, которые были получены при испытаниях, свидетельствуют о хороших коллекторских свойствах пород. Определены три наиболее перспективных участка для проведения сейсморазведки. Подготовлена целая программа полевых сейсморазведочных работ в современной технологии 3D. Она рассчитана на ближайшие пять лет. За это время исследования проведут на территории в 3000 квадратных километров. Общественные приемные продолжают работу. Так, в Гомеле обсуждались вопросы капитального ремонта домов, строительства для многодетных семей, в том числе в сельской местности, стоимости квадратного метра. Жителей региона выслушал председатель комитета по архитектуре и строительству облсполкома Дмитрий Гайкевич. Он проинформировал, за 11 месяцев этого года в регионе жилищные условия смогли улучшить 1760 семей. И это уже больше, чем предусматривал годовой план. По итогу года эта цифра будет более 2000. Все поступившие обращения будут проанализированы и взяты на контроль. В Жлобине установили имена двух летчиков, останки которых были обнаружены недалеко от города этим летом. Спустя 77 лет их торжественно перезахоронили в братской могиле в райцентре. Самолет Ил-2 летчика Митрофана Барейкина и воздушного стрелка Давида Граника был сбит в 43-м году во время операции «Багратион» и обнаружен поисковой группой в 2020-м. Место крушения подсказал житель Жлобина, который в детстве видел самолет возле села Луговая Бирня. Найденные элементы штурмовика хранятся в Жлобинском историко-краеведческом музее. Все больше спортсменов открыто отстаивают свое право выступать под белорусским флагом. Спорт должен оставаться вне политики. Обращение к общественности подписали и легкоатлеты нашего региона. Своё мнение высказали олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители других крупных международных стартов. К инициативе присоединились уже более 2,5 тысяч спортсменов Беларуси. Красный, фиолетовый и синий. Картофель ярких сортов белорусской селекции готовят к выходу на отечественный рынок специалисты областной сельскохозяйственной опытной станции. Кстати, эти сортообразцы, благодаря своим полезным свойствам в борьбе с онкозаболеваниями, достаточно популярны уже сегодня в США и Европе. Как научились влиять на урожай специалисты Академии наук Беларуси? И насколько успешно пользуются этими наработками отрасли? Об этом и не только в нашей воскресной рубрике «Интервью». Говорят, у природы нет плохой погоды. И с этим не поспоришь, только вот что-то мне подсказывает, что специалисты от сельского хозяйства, ваши коллеги, вряд ли со мной согласятся. Ну, конечно, взять эту весну. Мы ждали от нее много. Вроде бы ранняя, но она была холодная, затяжная, без дождей, с заморозками. Наука научилась сегодня влиять на качество урожая? В каком-то смысле да. Это правильное внесение даже тех же удобрений, чтобы поддержать наши культуры. Это тоже большое дело, потому что, если мы неправильно не в срок внесем, вот это наше качество, это наш урожай. Плюс защита от болезней, защита от вредителей. Это тоже, здесь надо научный подход. Когда это правильно внести? Или от одного вредителя, или от второго? Здесь тоже надо знать и биологию культуры, и вредителя. Что в этом плане, в помощь аграриям, готовы сегодня предложить специалисты областной опытной сельскохозяйственной станции Национальной академии наук? Ну, в первую очередь мы производим оригинальные семена всех сельхозкультур и элитные семена. Поэтому мы предлагаем нашей области и ближайшим нашим областям семена всех культур, плюс сопровождение по технологиям. Мы никогда не отказываемся проконсультировать. Будет это сельхозпредприятие, или это фермер, или это частное лицо. Потому что очень много людей к нам обращаются, и мы стараемся помочь всем, чем можем, по нашим культурам, которыми мы вас делаем. Сегодня в студию вы с собой взяли по-настоящему целебный синий или, я бы даже сказал, фиолетовый картофель. Расскажите о нем подробнее. Это новые сортообразцы белорусской селекции, которые мы ждем, что их внесут в реестр. Осталось год их изучать. Это антициановая окраска, которая сохраняется при варке, при разрезе. И вот эти цвет антициан, это оксиданты, которые очень помогают нашему организму очистить кровесносные сосуды. Есть даже научные доказательства США, что этот картофель цветной помогает при онкозаболеваниях, уменьшаются клетки, размножение клеток, если такой картофель употреблять каждый день. Этот картофель идет на чипсы. И чипсы получаются тоже вот такие цветные, красивые. В США и в Европе уже есть очень много сортов с красной окраской. Это и фиолетовая, и синяя, и красная. И все эти сорта, они по целебности не уступают друг другу. И приравниваются к бруссельской капусте, к цветной капусте. Пюре или дольки после приготовления тоже такого же фиолетового цвета? Такого фиолетового цвета и не менее. И даже в суп, если сварить, в борще, в супе, они такие остаются. Фиолетовые, фиолетовые, розовые, розовые. Когда эти сорта могут появиться в широкой продаже? Если на следующий год их внесут в госреестр, уже параллельно с наукой идет их и размножение. Поэтому, я думаю, год-два, и они будут доступны и на промпереработку, и семена. Наука не дремлет, так сказать. Она одновременно изучает и размножает. Я знаю, что около пяти лет назад на полях опытной сельхозстанции в Рогачевском районе вы взялись за выращивание арбузов. Вот интересно, зарубежным наши, белорусские, наши гомерские не уступают? Нет, не уступают. Они очень вкусные, очень сочные. Единственное, у них разница есть с южными. Это наши более сочные, а у них более такие суховатые, сухого вещества больше. А у нас сухого вещества не хватает солнца для них. У нас выращиваем мы арбуз рассадным способом. Сначала выращиваем рассаду, потом высаживаем ее в поле и получаем арбуз. А в южных странах там прямой высев, у них больше солнца. Но они по вкусовым качествам не уступают зарубежным аналогам. Единственное, используем семена зарубежные. Это гибриды первого поколения. Томган и Романза. За последнее время действительно многое поменялось. Поменялись климатические зоны. В Гомельской области стало теплее. Что уж тут говорить. Арбузы выращиваем, дыни тоже. И даже бананы с ананасами, но правда в теплицах спецучреждений. Скажите, а как насчет двойного урожая за сезон? Это реально сегодня? Некоторых культур, да, реально. Начнем с капусты пекинской, цветной. Мы ее можем три раза даже за сезон получить. Головку, они нарастают быстро. Кроме этого, наша традиционная картофель. Мы тоже можем взять два урожая. Единственный подход другой. На большом площади это не посадишь. На первый урожай, конечно, это более трудоемкая, более затратная технология. Но вполне реальная. Надо с февраля месяца проращивать картофель, прогревать. Раньше выходить в поле. И иногда даже готовить поле к посадке с осени. И весной только высаживать на те грады. Накрывать пленкой темной, чтобы быстрее земля прогревалась. Потом садятся туда клубни, которые прорастились. И опять же накрываются спонбонтом. Такой картофель в июне месяце убирается. И на повторный урожай картофель садится клубнями прошлого года. Тоже не теми молодыми, которыми получили, а со старого урожая. Он сходит намного быстрее, потому что земля уже прогрета. Температурный режим высокий за две недели. Он сходит и, так сказать, вегетирует. И в завершении интервью, ваше мнение, насколько эффективно сегодня отрасли в полной ли мере пользуются помощью науки? И вообще, какой видите роль науки в развитии сельского хозяйства в регионе? Вы знаете, без науки, наверное, никуда. Грамотные специалисты, которые знают, что надо все-таки заглядывать и в учебник, или в то учреждение, которое этим занимается, они всегда обращаются. Потому что, как я говорила, приходят новые к нам болезни, приходят новые вредители. И не всегда специалисты знают, кто это. Это надо доскональное изучение и знать, как и в какой период это снять. Поэтому и даже наши традиционные технологии, мы же их постоянно дорабатываем. Дорабатываем, изучаем, что-то находим новое, какие-то новые формы удобрений появляются. Их надо изучать, когда их правильно внести, какую дозу дать, чтобы не переборщить или, наоборот, чего-то там не додать. А все это играет на качество, на вкус и на урожай. Спасибо большое за это интервью и за вашу работу. Успехов в делах и до встречи в эфире. И вам спасибо. До свидания. На уходящей неделе в регионе под Новым углом постарались рассмотреть дополнительные возможности развития внутреннего туризма. В частности, речь о популяризации маршрута в зоне отчуждения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. При этом экскурсии предлагаются самые разнообразные – информационно-экологические, просветительские, научно-познавательные. В инфотур пригласили представителей отечественных туристических фирм и специалистов отрасли. Тропами туристов прошла и наша съемочная группа. На территорию с особенно высокими уровнями радиации туристов, конечно, не повезут. Однако посмотреть в Полесском заповеднике есть на что и без этих мест. До Чернобыльской аварии здесь находились 96 деревень. За прошедшее время что-то пришло в негодность. На некоторых домах обвалились крыши и разрушили стены. Однако и домов в достаточно хорошем состоянии тоже хватает. Особый интерес у туристов вызывает брошенная посуда, детские игрушки и газеты 86-го года. Как, например, вот эта – «Сельская жизнь» за 26 февраля. Передовица посвящена работе 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. А ровно через два месяца взорвалась Чернобыльская атомная станция. За два года осуществления туризма в Зону Зоюз иностранцев из 20 стран. Туристов в самой Дальней Австралии, Китае, Индонезии. Ну и ближние в основном по количеству. Больше всех приезжают иностранцев из Польши, Литва, Чехии, Германии. Интересуют в основном это урбекс-туристы, люди, интересующиеся заброшками и последствиями аварий на ЧАЭС. Хотя Полесский радиационный экологический заповедник – это не только отселенные деревни, но и научная работа. Заповедник не только работает в рамках государственных программ, но и участвует в республиканских и международных проектах. В том числе по изучению влияния радиации на птиц и животных. Мы имеем на сегодняшний день вопрос, связанный с хроническим облучением и в малых дозах, который еще далеко не изучен. Что касательно биоты, то те пороговые значения в один зиверт или дозу в один грейк у нас, покуда мы не фиксируем ни в одном виде. Поэтому можно со стопроцентной вероятностью утверждать, что для туристов потенциальной угрозы здоровью нет. А вот посмотреть в заповеднике действительно есть на что. За постчернобыльский период на этой территории появились животные и птицы, которых раньше здесь никогда не было, включая краснокнижных. Учитывая сложившиеся условия, снижение, скажем, антропогенного влияния, виды, большинство видов восстановилось. И по видовому разнообразию территория Полесского заповедника не уступает нашим национальным паркам и заповеднику Березинскому. В 1996-м в Полеске заповедника из Беловежской пущи привезли 16 зубров. Сегодня их около 170. Звери могут свободно перемещаться по всей территории, а поэтому увидеть их можно не только в зубропитомнике, где животные всегда могут найти корм. В дикой природе врагов у зубров нет, а поэтому можно говорить о дальнейшем росте популяции и еще большей вероятности встретить их в лесном массиве. Остался лось, такой нормальной добычей волков. 90% питания это лось, и они не трогают даже оленей, которые для них непривычная добыча. Меня просто поражало. Оленей очень много, но они его не берут. И есть один такой случай. Был случай, когда один зубренок ослеп от болезни. И он бродил по всей территории, тыкался вот такой слепой, просто пока его не забрали работники. И он месяц ходил по заповеднику. Волки, конечно же, не могли про него не знать, и они его не тронули. Его поймали, в конце концов, люди и передали в зоопарк. Вот и все. То есть это показывает то, что волки очень осторожничают. Они должны привыкнуть. Они со временем научатся брать зубры, я думаю. Но пока вот таких конкретных случаев не было. Еще одни животные, выращиванием которых занимаются в заповеднике – русские тяжеловозы. Средняя цена такого коня – около тысячи долларов. Даже в век технического прогресса эти красавцы пользуются у белорусов значительной популярностью. В основном это фермерское хозяйство, частные лица, предприниматели для собственных нужд. А вот организовать конные экскурсии по зоне отчуждения не получится. Эти животные панически боятся волков и лосей. А поэтому поездки по лесам могут представлять для туристов значительную угрозу. Кстати, несколько лет назад с территории Украины в заповедник пришли лошади Пржевальского. Сейчас их здесь около 60 особей. Так вот, по словам работников заповедника, любимым развлечением этих диких животных является погоня за волками. Правда, увидеть это туристам пока еще достаточно проблематично. С людьми лошади Пржевальского знакомиться не спешат. Впрочем, и без них экскурсии в зону отчуждения запомнятся надолго. В этом году из-за пандемии коронавируса в Малеске радиационно-экологический заповедник посетили всего около 300 человек. Значительно меньше, чем годом ранее. Однако с улучшением эпидемической ситуации зона отчуждения вновь должна стать для туристов привлекательным местом. Поскольку этот маршрут особенный, и он интересен с точки зрения научного туризма, образовательного туризма и даже ностальгического туризма, потому что, естественно, ряд судеб наших соотечественников связан с этой историей, историей Чернобыля, историей трагедии. И поэтому, мне кажется, эти вопросы сейчас можно рассматривать свободно, интересно, актуально. И несколько слов о безопасности. В этом году в Полесском радиационно-экологическом заповеднике открыли Центр оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Прежде всего, пожары. По сути, сотрудников заповедника, дежуривших на вышках с биноклями в руках по 12 часов, заменили современные камеры видеонаблюдения. В данный момент он находится в тестировании. И вся сложность этого центра заключается в том, что на территории заповедника нет электричества. И большая часть камер работает от солнца, от солнечных батарей. Всего на территории заповедника 31 вышка. Александр Убольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова